друзья мои всем привет приветствую вас на канале знаете сегодня тут хожу по своим цветочкам занимаюсь там по левым обрезками посадками пересадками и я уже давно смотрю вот на эту драцину вот мне она досталась от друзей я хочу обрезать смотрите вот этот вот самостоятельный ствол вылез откуда-то откуда-то она вот снизу до проснулась детка и вот он уже такой вымахал не толку как говорится не путя я его просто хочу обрезать обрезать и вот здесь здесь уже было неоднократно обрезки вот видите какие-то они такие засохшие все вот кстати вот эту вот обрезку вот видите я делала больше года назад здесь выросло три таких дохленьких стебелечка но опять же просто срезала макушку и я кстати и укоренила я вам сейчас здесь плохо видно из-за зарослей хлорофитума да вот она макушка вот это она была срезана и сразу посажена в горшок и она прекрасно укоренилась вообще без проблем здесь у меня уже хлорофитум сюда наткан и уже сеткриазия фиолетовая вот это вот макушка которую я срезала на место выросло 3 и и тоже кстати можно сейчас уже обрезать покороче и сделать это же переукоренить этим я наверно тоже сейчас и займусь дальше что я хочу вот видите здесь обрезана но она здесь как бы не нужна я ее хочу прям срезать вот так да сейчас будет палка у меня палка но и ну вот выше вот отсюда будет расти более-менее драцена это видите листики вот постепенно она растет растет они потом отмирать что раз я вот так обрезала и здесь она должна выпустить несколько почек вот это конечно бы тоже срезать а то она тут такая страшная вот тут засохшая должно так вот вот так вот оставляю ее ну и эту она распушится можно чуть ниже можно чуть выше это уже как как говорится вам хочется но я вот даже не знаю как лучше на одинаковом уровне или можно чуть выше можно на разных уровнях давайте вот чуть на разных вот так раз вот вот такая палка голая отрастает она кстати ну не так быстро но как через недели две начинают появляться вот здесь почки и она начинает отрастать и вот эту я хочу срезать зачем она мне такая ну вот наверное на этом уровне срежу чуть выше почему вот здесь режешь она здесь даст метелки а здесь вот этот ствол будет мешать но я вот срежу вот наверное здесь чтоб они все немножко были на разных уровнях вот я срезаю вот они такие и сейчас я их обрежу и буду укоренять укоренять можно и вот эти вот стволы цветочек ставлю на место здесь прекрасно тоже воткнула свой хлорофитум и здесь вот кактус которыми такими цветет немножко вонючими цветами у меня пропадал был залитый но здесь он чувствует себя прекрасно короче можно тоже уже отсаживать друзья смотрите вот срезала я драценку на такая она хорошенькая у меня можно конечно его такой палкой укоренять но какой был смысл ее обрезать если она голая палка ее надо укоренять но вот такой вот покороче больше она и не нужна так и чтобы и вот эти вот череночки я тоже буду укоренять я их прямо без листиков насажу палками и посмотрю что получится это будет мой эксперимент вот такие голые палки никогда не укореняла это я укореняла вы видели результат прекрасно укорененный поэтому сейчас чтобы не попутать я здесь внизу обрезаю под 45 градусов это будет низ так теперь вот здесь я тоже вот для укоренения получается обрежу вот ну где-то вот здесь да больше не буду мне столько хватит зачем она она сама потом вырастет и удлинится и и потом пересаживать обрезать вот так вот 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 это вот одна обрезанная и вот эту я еще тоже также вот теперь вверх я делаю вверх ровно вверх ровно обрезаю здесь я вот делаю вот такой косой срез это будет вниз это второй низ и теперь чтобы не попутать я опять здесь срезаю вверх прямо выравнив вот вот получается два черенка по косому срезу это чтоб не запутаться это у меня низ прямые вверх ну и таким образом я обрежу все свои здесь я не знаю сколько здесь наверно будет один черенок вот здесь вот я делаю по косой его здесь можно не делать по косой здесь можно прямо потому что так и так уже дураку понятно что это вверх вот а вот этот вот вот здесь я сделаю низ по косой вот так раз конечно желательно видите заживало но ничего страшного все таки это уже крепкий ствол я потом подровняю острым ножом вот смотрите вот это который обрезала раньше здесь вот три таких тоненьких веточки я их наверное полностью срежу полностью и буду укоренять их вот так раз тут тоненькие такие ну и поставлю все вместе укореняться я потом их рассажу пересажу вот но здесь вот понятно что это вверх мы его еще раз вот так срежем выровняем так низ делаем по косой 45 градусов раз здесь вверх делаем вот так прямой вот и здесь делаем по косой у меня получилось вот таких вот пять палок бутылок вот они видите да это я буду прям вот так сажать в один горшочек и все а эти вот эти наверно три посажу вместе вот так вместе но листики может некоторые лишние уберу нижние особенно они тоже как бы не особо нужны они все равно там осыпется половина когда укореняться будут вот и вот эти каждый посажу по отдельности сразу буду укоренять землю единственное нужно сделать типа теплички поставить пакет так землю какую буду использовать землю земля земля у меня вот такая сейчас покажу вам вот земля это торф торф агробалт у меня верховой так я сейчас туда добавлю перлита еще для рыхлости потому что торф очень быстро сохнет сам по себе на а потом если он высыхает его потом по бокам сливается его размочить даже трудно он как бы комкуется по бокам сливается а с перлитом он сейчас будет такой рыхлый вермикулит на себя напитают воду и при надобности будет отдавать черенкам вот так буду использовать ну вот такие технические горшки вот такой у меня есть был уж на не кашпо горшочек здесь три отверстия уже как бы просверлены посильнее здесь вообще чтобы даже земля не высыпалась я на дно поставлю салфетку для начала она чтоб только сейчас задержалась земля у меня не высыпалась на довольно таки рыхлая с тех кто не высыпется с этого может быть но и я немножко землю сейчас смочила мы потом я еще пролью обязательно пролила кстати цена можно прекрасно укоренять и в воде в воде хорошо укореняется ставите вот так пока не буду сильно сколько вот так наполняю все горшки друзья совсем забыла что я хочу сделать но со временем фитильный полив пока упореняется не буду делать фитильный полив будет просто поддончик а потом когда они уже хорошо укореняться и на лето чтобы не меньше возиться при нашей 40 градусной жаре я их приведу на фитильный полив и поэтому сразу делаю как бы фитиль сейчас он как можно сказать что он будет бесполезный потому что ну я не буду ставить их в воду ну чтобы они не загнились землю и так еще вот теперь укладываю на бочок как бы я подготавливаю чтоб не потом в дальнейшем не пересаживать не делать перевалку вот я делаю сразу на фитиль но пользоваться пока им не буду пусть он стоит и третий горшок делаю точно также вот так оставила довольно таки длинный хвостик а со временем она будет ставится вот в такое вот кашпо там будет наливаться вода и как бы чтобы мне меньше поливать она будет напитываться на фитиле но сейчас наверно будет стоять на поддоне что еще хотела сказать про драцену драцена она вообще конечно такая неприхотливая очень даже она неприхотливая но не любит сильного перелива начинают нижняя подать сыпаться листики и не перелива и не долива одинаково но так умеренный полив смотрите подсохла земля такая уже сверху как бы суховато внутри еще так себе ну тогда немножко полили ее как бы она умеренный полив любит и желательно непрямые солнечные любви лучи солнышко она любит но ну прям не напрямые чтобы они так знаете не обжигали и кончики не сохли а вообще на неприхотливая и всегда ставлю на рассеянный свет и она прекрасно растет иногда и забудешь полить она переживет единственное не любит застоя и перелива поэтому если вы сажаете на постоянное делайте дренаж рыхлую землю чтобы болота никогда не было вот в этом майонезная ведерко я наверно знаете посажу вот эти вот свои кочерыжки единственное я хочу все таки все таки обработать их фитоклоном сейчас я правда еще вот тут полью фитоклона так не знаю для профилактики хотя можно это вообще и не делать чуть-чуть я вот сейчас так чтобы это уплотнила земля потому что земля не очень такая влажная вот и сюда я поставлю и под пакет макаю чуть-чуть чтоб только вот мне вот я смочила чуть-чуть низ и вот сюда ставлю на укоренение пока не прижимаю пока поставлю вот посмотрим что получится вот честно сказать я вот эти вот стволы голые я никогда не укореняла но я посмотрел у блогеров они укореняют я всегда выбрасывала я их выбрасывала укореняла только макушки 4 и 5 у меня 5 вот так 5 теперь можно немножко так обжать немножко потому что все-таки чтобы там не было воздуха такого я имею виду воздух то был земля рыхлая будет сам по себе воздух еще чуть-чуть прольем и нужно создать тепличные условия поставить под пакет вот и полив можно делать кстати нижний не верхний пока но если земля сильно влажно там же я отверстие сделала еще дополнительные в этом майонезном ведерке еще два сделала поливая поэтому посильнее надо сразу под дончик земля на ой земля вода она все выйдет туда вниз потому что земля рыхлая кстати дренача не делала мне сейчас здесь пока просто укоренение и по идее должны просто проснуться здесь спящие почки через недели две и должна она уже давать почечки и что накрыть желательно накрыть конечно каким-то вот таким прозрачным целлофаном но если нет такого можно принципе и мальчика вот здесь видите отверстие даже пользует это какой-то кофточки было и поставлю это все на рассеянный цвет может быть даже в этой моей садовой комнате у меня кстати здесь не очень жарко она такая довольно таки прохладно хорошо для зимовки герании вот здесь я ее и оставлю вот пять черенков посмотрим надо было дату написать когда что в этот небольшой горшок я посажу вот этих три маленьких три маленьких макушечки тоже их обмакну фитоклон так на таком более сажаю поглубже земля рыхлая она усядется и третий также накрою большим пакетом пролью естественно пролью вот не знаю внешний можно и убрать землю надо пообжать чтобы они не валились то они у меня чересчур земля рыхлая валятся чуть-чуть я обожму и сейчас обязательно пролью и накрою пакетом кстати вот предыдущий грацена друзья я даже не накрывала пакетом во избежание вот как бы загнивания от сыревания вот но здесь вот сейчас отопительный сезон и как бы ну как жарковато поэтому я все-таки сделаю вот такой огромный пакет но так чисто символически чтобы он как говорится тепло вот не тепло а влажность немножко держал и и поставлю его укореняться на полку не знаю видно там вам или нет вроде видно ну и вот так у меня тут что воды нету проливаю тоже хорошо и вот не знаю прям вот этот может быть не буду накрывать смотрите как он здоровый конечно он часть листьев отсушит можно его ставить и в водичку укоренять может быть даже проэкспериментировать один поставить в воду черенок как он будет чувствовать ну чтобы знаете если есть возможность почему не попробовать разными вариантами да посмотреть через сколько у нас я вот уже кстати в воде никогда не укореняла дефенбахию я укореняла в воде но это я не приняла прям так сильно прям поливаю наливаю наливаю один наверное все таки поставлю в какую-нибудь бутылочку и попробую поставить в воду а этот может быть даже вообще без пакета просто надо будет поливать его опрыскивать почаще кстати драцена любит опрыскивание чтоб вы знали так ну тоже уношу на полочку так друзья три стоят под пакетом на рассеянном свете один стоит одна драцена стоит без пакета на рассеянном свете и одна один черенок драцины налила вот в эту вазочку водички единственное что я сделала я бросила туда одну угольную таблетку чтоб вода не цвела весна видите она такая немножко черноватая здесь это все хорошо пролила будет она стоять без пакета буду наблюдать три варианта и значит эти пять палочек я тоже поставила под пакет вот так вот друзья я укореняю драцена ну и вы видели результат что я уже так же срезала уже укореняла не единожды и отдавала племянникам так что все должно получиться на этом все друзья понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь и до скорых встреч пока 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 с